Капитал есть сила международная. Чтобы ее победить, нужен международный союз рабочих, международное братство их. Ленин. Еще идеолог сионизма Герцль записал в своем дневнике. Богатым евреям, принужденным теперь прятать свои сокровища и пировать при спущенных шторах, там, в еврейском государстве, можно будет свободно наслаждаться жизнью. Богатые везут золото, фанатики становятся пушечным мясом. Раввины наставляют их в молитвах. Слушай, Израиль, ты теперь идешь на Иордан, чтобы овладеть народами. На основе иудаизма и его идей сионисты пытаются вовлечь мир в свои авантюры. Газета французских коммунистов Humanité писала. Еврейство сегодня это религия. Сколько бы ни думали некоторые, что существует еврейская раса, что является бессмыслицей с научной точки зрения. Перед нами кинокадры, снятые у московской синагоги в 1957 году. В толпе действует переодетая офицера израильской разведки. Кац, Хазан, Горин. Эти сионистские шпионы получают и передают информацию, вербуют новых агентов, зазывают советских евреев в Израиль. Вот о таких эмигрантах говорят израильские лидеры. Нам нужны не столько сами эти люди, сколько их дети и внуки. Это материал для селекции, для выведения расы господ. С лишними не церемонятся. Ведь обманутым в Израиле говорят. Это тебе не Россия? Или ты думаешь, что тебе здесь кто-нибудь будет нянькой? Это израильские сионисты перечеркнули резолюцию ООН о создании демократического еврейского государства, превратив его в полицейское государство. Израиль – государство социального и кастового неравенства. Государство чистых и нечистых. Где нечистые, евреи – выходцы из стран Азии и Африки. Сионисты хотели бы видеть каждого еврея, какой бы он пост ни занимал в социалистическом государстве, солдатам пятой колонны в той борьбе, которая не утихает ни на день между миром капитализма и миром социализма. Вот один из поучительных примеров. Всего несколько лет назад туристам в Праге рекомендовали посетить в первую очередь неградчаны – центр чешской государственности, а гревнейшую в Европе синагогу, вокруг которой теснятся дома средневековых еврейских богатеев. Не вышеградский Славин, с захоронениями гигантов чешской истории, а могилу Франца Кавки, еврейского литератора, писавшего на немецком языке и умершего в Чехословакии. Не национальные памятники, напоминающие о героическом прошлом чешского и словацкого народов, а еврейский музей с его иудаистской символикой. Что же происходило в Златой Праге? Нет, памятники его пока были в целости и сохранности. Зато с органами печати и другими средствами массовой информации творилось нечто странное. В Чехословакии начался так называемый процесс либерализации. В лондонском сионистском журнале писали. Естественно, что евреи идут в авангарде борьбы за либерализацию. В документе, принятом на пленуме ЦК Компартии Чехословакии в декабре 70-го года, говорится. Значительное влияние в борьбе против социализма в ЧССР оказывались силы, активно выступавшие с позиции сионизма, одного из инструментов международного империализма и антикоммунизма. Их видными представителями у нас были Кригель, Пеликан, Лустик, Гольдштюкер, Лим, Лебл, Винтер и ряд других. Об их деятельности мы и расскажем. Бывший руководитель сионистской организации «Байтар» и консультант израильского министерства обороны, некий Влада Кашпар, становится председателем Союза чешских журналистов. На этих кадрах он, как депутат Чешского национального собрания, дает интервью, хотя в избирательном округе не выставили даже его кандидатуры, о его существовании избиратели узнали только из газет. А некий Гольдштюкер, тоже член сионистской организации, стал председателем Союза чешских писателей, хотя за всю свою жизнь не написал ни одного произведения художественной литературы. Сионисты вместе с другими реакционерами захватили в свои руки все средства массовой информации. Чехословацкое радио возглавил сионист Винтер. В телевидении заправлял делами агент сионизма Великан. Началось планомерное политическое растление народа, разжигание недовольства. Это было нетрудно сделать потому, что пробравшиеся в партии правительство сионисты типа Кригеля искусственно создавали экономические трудности и беспросветным космополитизмом душили национальные чувства чехов и словаков. Сионисты всегда считали, чем хуже, тем лучше. Журналистов проверяли, как они относятся к Израилю. И тех, кто осуждал сионизм, израильскую агрессию, объявляли антисемитами и выгоняли с работы. Вы скажете, что в социалистической Чехословакии происходили странные вещи. Да, очень странно, если вспомнить, что литератор Лустик явился на съезд писателей в форме израильского офицера и призвал участников съезда вступать в израильскую армию. И никто не посмел осудить эту выходку, боясь обвинения в антисемитизм. Тель-Авивская газета в это время писала. Израиль и сионизм должны сыграть роль страшной занозы в теле коммунистического движения, вокруг которой постепенно образуется гнойный нарыв. В стране происходила так называемая тихая контрреволюция. Ее сценарий разрабатывался в тайных центрах далеко от Чехословакии. Под видом журналистов в мае 1968 года из американского агентства UCA в Прагу прибывает сионистский координатор Брэмберг. В редакции газеты «Литерарный лист» ему передают информацию о чехословацкой армии и органах безопасности, собранную сионистским подпольем. Здесь он встречается с местным сионистом Лимом. Зарубежные сионисты ассигновали на операцию в Чехословакии 400 миллионов долларов. На эти деньги был создан клуб 231 во главе с Бродским и другие антисоциалистические организации. Все это было легко проделывать, так как министром внутренних дел стал некто Павел, связанный с израильской разведкой. Для сионистской агентуры в Чехословакии сложились благоприятные условия. У них имелась надежная опора, ревизионисты во главе с Дубчиком. Выдавая себя за убежденных коммунистов, сионисты проникли в партийный и государственный аппарат и, сместив подлинных борцов за пролетарское дело, захватили высокие посты. Министр иностранных дел Гаек, связанный с сионистским авантюристом Визенталем, настаивал на восстановлении дипломатических отношений с Израилем. Под влиянием сионистов Отто Шик, заместитель председателя Совета Министров, направлял чехословацкое народное хозяйство на капиталистический путь. Бывший личный врач Чан Кайши, сионист Кригель, оказался членом политбюро ЦК Компартии Чехословакии. Их поддерживал ревизионист Смирковский. Он призывал покончить с антисемитизмом, которого никогда и не было в Чехословакии, тем самым пресекая любые попытки борьбы с сионизмом. Все они хотели вернуть Чехословакию в капиталистическую Европу кратчайшим путем. Вот уже открывается граница с ФРГ. Но контрреволюция не прошла. По просьбе истинных коммунистов Чехословакии, войска пяти стран-участниц Варшавского договора оказали интернациональную помощь братскому чехословацкому народу в борьбе с контрреволюцией. Сионисты не унимались. Нынешний председатель Союза чешских писателей Ян Козак говорит. Подумать только каков парадокс. Недавние проповедники космополитических взглядов, превратившиеся в воинствующих сионистов, вдруг принимаются разжигать чешский национализм. Националистическими лозунгами они побуждали незрелую молодежь к необдуманным действиям. Гольштюкеры и кашвары бежали за границу в машинах иностранцев. Потерпев поражение, тайные круги международного империализма и сионизма выдвинули концепцию айсберга. Пустить в наступление новый скрытый эшелон. Его люди должны снова пробираться на ключевые посты в партии и государственном аппарате, в средства массовой информации, не прекращая, а лишь видоизменяя формы подрывной работы. Перекаливаются от ярости все 32 передатчика радиостанции «Свободная Европа», руководимой сионистами вот уже более 20 лет. Учреждал ее финансист Альчул, уполномоченный банка братьев Лазар. Чехословацкие события позади, но у антисоветчиков всех мастей работа продолжается. Сегодня сионистские руководители наставляют армию подчиненных им политиканов и журналистов. Кричите во весь голос на всех форумах, призовите на помощь всех, кто хочет и не хочет. Война должна вестись всеми средствами, от анонимных писем до открытых выступлений. Да, это уже настоящая война, и в этой войне гремят выстрелы. Стреляли в окна квартиры советника представительства СССР в ООН. «Неужели пули настоящие?» спросила семидетельная девочка у старшей сестры. Да, пули были настоящие. Стрелял сын раввина Исаак Ярославич. Воспитанный своей религией в духе ненависти к неевреям, как и эти сионистские подростки, он не знал жалости. Бандитские шайки, от которых теперь открещиваются крупные сионисты, устраивали провокации против советских учреждений в Америке. Сионистские штурмовики плевали в лица наших женщин и детей. Они вопили. «Два ока за око. Два русских за одного еврея. Убей русского!» Улыбается юрист одной из банд Свейбом. И, как видно, счастлив главарь банды Равин Каган. Или, как принято почему-то переводить это имя, Кахана. В достижении своих целей главную ставку сионисты делают на молодежь. Контролируемые сионистами печать, радио, телевидение выступают не только с откровенной антисоветчиной. Изо дня в день происходит растление умов, подмена подлинных духовных ценностей дешевыми поделками. Человеколюбие подменяется слащавостью, мужество жестокостью, любовь эротикой. Ни одно произведение, не устраивающее сионистов, по сути дела, не может проникнуть на экраны кинотеатров, на сцену, в журналы. В книгах, учебниках, телепередачах вынушается презрение к национальной истории и культуре народов. Прививается всеразъедающий скептицизм, космополитические идеи. Ведь народы, лишенные моральных устоев и подлинной духовности, отравленные проповедью мелкого стяжательства, легче поддаются чужому влиянию. Таковы методы империалистов и сионистов. КОНЕЦ 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 «Однажды мы увидели дерево, мертвенно-бледное и гладкое. Оно казалось бутафорией, театральной декорацией, кладбищенским памятником. Но это было живое дерево. Только каждая веточка, каждый листок, весь ствол были оплетены упругой паутиной. И дерево задыхалось. Мы смотрели и думали, обречено ли дерево на медленную и мучительную смерть? Или оно очистится от этой паутины и червей? КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ